Теплосиловое хозяйство это подразделение энергетического цеха Северского трубного завода, которое выполняет в первую очередь три основные задачи. Производит химочищенную воду в химводоочистке, вырабатывает пар паровыми котлами, нагревает сетевую воду водогрейными котлами. История хозяйства началась с организации в 1943 году пароводяного цеха. Теплосиловое хозяйство, оно было организовано 1 января 2016 года в результате вхождения в состав энергетического цеха коллектива теплосилового цеха. И было образовано теплосиловое хозяйство. В него входят два участка и диспетчеры и начальники смен. Участок центральной паровой водогрейной котельных и химводоочистки, он занимается производством тепловой энергии в виде пара и горячей воды. Это все идет на нужды завода из северной части города Полевской. Второй участок это участок природного газа, компрессорных станций и ПРВ. Этот участок занимается производством сжатого воздуха, осушенного и газоснабжением занимается ко всего завода и обеспечением техническими газами всех подразделений завода. Без работы коллектива этого участка будет невозможен выпуск ни труб, не стали на нашем заводе. Мы находимся в помещении центральной паровой котельной, где находятся пульты управления паровых котлов, которые вырабатывают пар для собственных нужд, как самого участка теплосилового хозяйства, так и для сторонних организаций. Сторонними организациями у нас считается в основном цех разделения воздуха, который делает газы для СПЦ. Машинисты котлов в диспетчерской наблюдают за показаниями приборов. Специалисты теплосилового хозяйства пристально следят за всеми параметрами. Оператор Мария Комарова каждый час проводит визуальный осмотр оборудования, чтобы не было утечек и других неисправностей. Работа ответственная. На данный момент мы с вами находимся в диспетчерской больно-рабораторной отделении, где происходит сгорация воды для тех же паровых котлов, для подпитки города горячей водой, здесь Мария Петровна смотрит за показаниями приборов уже своими. На компьютере она видит давление воды в теплосети, которую мы сейчас даем город для нужд горячего водоснабжения. А это водогрейная котельная. Говоря простым языком, отсюда поступает горячая вода в батарее и краны горячей воды многоквартирных домов северной части Полевского. Пуск тепла уже ждут жители города. Специалисты северского трубного завода провели необходимую ревизию оборудования и готовы подачи, как только дадут отмашку. За моей спиной дымовая труба водогрейной котельной. Ее высота составляет 150 метров и это самая высокая точка в Полевском. Электромонтер 6-го разряда Александр Тукмачев работает здесь 45 лет. В его трудовой книжке всего одна запись. Александр Викторович и его бригада занимаются ремонтом электрического оборудования. В основном это планово-предупредительные ремонты. Также в составе теплосилового хозяйства работает химводоочистка. В этих фильтрах производится осветление и умягчение воды для систем паровых котлов и горячего водоснабжения. В лаборатории контролируют химический состав. Можно сказать без преувеличения, что теплосиловое хозяйство является жизненно необходимым подразделением СТЗ и города. 7 октября теплосиловому хозяйству исполнится 80 лет. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Новости 11-го канала.